Очень зелено, очень тихо и очень умиротворённо. Там как санаторий. Тишина, красота, зелено, тихо, так спокойно. Вот такие домики. Очень зелено. Тихо, спокойно, вообще чистенько довольно-таки. Вот, посмотрим. Там вот есть. Просто гуляем. Дворики. Много зелени. Самое интересное, что всё это не заставлено автомобилями. Почему? Ну, чуть позже покажу. Куда они девают свои автомобили. Окна, кстати, довольно-таки большие. Ну, по сравнению, например, с хрущевелками там или даже с девятиэтажками. Это тоже подъезд. Видите, можно и с коляской легко подъехать. И вот такой пешеходный переход. Ну, проход. Машина проехать не могла. Человек мог спокойно проходить с коляской и так далее. Вот там вот так вот дорожки. Селена очень. Теперь этот же дом с предоположной стороны. Это подъезд. С другой стороны он без пандуса. Но тоже есть запасной выход. Вдоль аллеи фонари. Вот так вот. Это статуя такая стоит. Цветы вот возле подъезда, да? Тоже прикольно. Домофон. Подъезд запрет на ключик. Как же тут тихо все-таки, а? Ну, это же не дом, да. Это. А тишина как будто где-то за городом в санатории. Интересно, как вот здесь в рабочие выходные дни. Сегодня Пасха. Уже поэтому людей так мало. Специальное покрытие на микро-стадионе. И лавочки возле него. Все продумано. Сетка двойная с тех сторон, где бьют мячом. Вот здесь, например, двойная сетка. Теперь есть и выбор. Хочешь, кури. Хочешь, колись. А хочешь, иди. Занимайся спортом. Это все как раз возле этого же дома. Тихо-тихо. Только птицы поют. Тихо. Это обычный микрорайон. Я бы сказал, наверное, это уже спальный район Праги. Прага 9. До метро метров 300-400. За этим забором там футбольное поле, чтобы мяч не вылетал, еще стена за воротами стоит такая раскрашенная. Это многая тавочка такая. Обратите внимание, похоже как бы и на наше, но большие окна, светлые. Не серые, унылые, бетонные стены, а какие-то они раскрашенные. Еще одна детская площадка, тоже вымощенная каким-то галикой мелкой какой-то. Чтобы дети как человеки-пауки тут лазили. Лавочки везде. Видишь, не в том, что лавочки есть, видишь, в том, что они не поломаны. птицы поют, белки бегают. В спальном районе с аналиташками. Сколько пространства, сколько зелени. да, можно раз в месяц или даже раз в неделю ездить на Славку курорт или куда-нибудь на природу. Можно каждый день приходить домой и жить вот в таких условиях. Странно, что так бывает, верно? Не верится? А бывает. там детская площадка. Она прямо возле дома. Никуда не нужно идти, никакие дороги пересекать. В комплекте площадки вот скамеечки. ну и вот этот это стена из кустов. Я тоже думаю не просто так здесь. Чтобы прикрывать площадку от ветра может быть еще чего-нибудь. Это вот такой многоэтажный дом. А рядом вот такой парк, лес. Это все вдоль трассы. Вот там ездят машины. Довольно-таки такая улица. Широкая, две полосы. в каждую сторону и разделено отбойником, или как она называется. То есть довольно-таки такая улица оживленная. И вот рядышком вот так вот. получается это как бы бульвар из парка. Вот такой тихий и уютный мини-парк. Скверик с водой, фонтанчиками. видимо отдыхать просто сесть на лавочке и сидеть. Жуть какая. Детей. Вот по этой причине или в том числе по этой причине собачки гуляют не на детских площадках и не ходят в песочницы детские, а проводят свой досуг с хозяевом. Кстати, на площадку разрешен ход только лицам старше 18 лет. Если младше, то надо сопровождение взрослого. И вот таким образом можно отдохнуть не только хозяевам, но и собакам. Но все равно и потренироваться. Это все там же рядом возле жилого комплекса. Район Прага-9. Район Прага-9. Вот второй. Большой такой дом. Не знаю, подъездов 20, наверное. Это такой коттеджный городок. Скорее всего, что он стоит дороже, даже ощутимо дороже. Но тем не менее, посмотрим, что такое элитный, не элитный, а городок для жилья в коттеджах. Это мусорка. Она закрыта, чтобы мусор не разлетался. И там стоят контейнеры. Везде обязательно парковки такие. Картин, я так подозреваю, что здесь студии, наверное. Хотя... И вот интересный момент. Смотрим на уровень второго этажа. Камешки. А там вообще маленький садик. Камешки, деревья. Такой микрорайончик. Точнее, даже не микрорайончик, а микро-микрорайончик. все та же Прага-9. Прага-9. Прага-9.